А сейчас мы передаем слово нашему спортивному обозревателю Евгению Вершову. Здравствуй, Евгений, тебе слово. Здравствуйте. Наш спортивный обзор через несколько секунд. Сыктывкарская новая генерация вылетает из турнирной таблицы плей-офф мини-футбольной суперлиги. Третий и, к сожалению, последний матч на своем поле наша команда провела с клубом «Газпром Югра» 9-3. Счет в серии до трех побед был в пользу гостей. 2-0. И новой генерации нужна была всего одна победа, чтобы выйти в полуфинал суперлиги. Очень тяжело настроить команду, которая вдруг видит, да этих-то мы возьмем легко. Генерация на протяжении всего сезона доказала, что мы показываем организованный, грамотный, современный мини-футбол. Но когда наши, будем говорить, качества, дисциплина, порядок, организация, сплоченность были сведены на нет, показав с той стороны эти же моменты, то, конечно, выступило на первую роль это мастерство. Стоит отметить, что новая генерация впервые вышла в серию плей-офф мини-футбольной суперлиги, заняв почетное седьмое место в турнирной таблице. В Усинске состоялся открытый чемпионат и первенство города по картингу. За лучшего гонщика поборолись 20 спортсменов. Соревнования проходили по четырем классам – мини, юниор, ракет-120 и свободный. Участникам нужно было преодолеть 15 кругов в два заезда. Соревнования прошли отлично, откатался хорошо, занял первое место в двух классах, в одном в своем и в втором в свободном. Победителям и призерам вручили дипломы, медали и кубки. Сейчас ребята готовятся к чемпионату КОМИ, который состоится в августе в Оркуте. В СКЦ «Лесозавод» стартовал чемпионат Республики КОМИ среди мужских и женских команд по волейболу в зачет круглогодичной спартакиады муниципальных образований. За звание победителя сразятся четыре женских команды из Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Печоры. Те же города выступают и среди мужчин, вот только Печора сильный пол не захватила. Это у нас первый круг идет, первая группа играет, в которой участвуют только города. И получается, что здесь определяется чемпионат Республики КОМИ. В столице КОМИ финал турнира пройдет впервые после долгого перерыва. На протяжении последних лет его принимала Ухта. А уже на следующей неделе в столице КОМИ возобновляется проект «Утренняя Зорька». В прошлом году «Зорьки» проходили в Мичуринском парке на площадке у спортшколы «Северная Олимпия». В этом году площадку для утренней гимнастики переместили к столичной мэрии. Каждый будний день с 7.45 потенциальных участников будет ждать опытный инструктор-преподаватель и динамичная музыка. Весь комплекс упражнений будет рассчитан на 15 минут.